В Челябинской области появился еще один бренд в сфере культуры – Международный фестиваль духовной музыки. Истоки свои он берет в Кыштыме и, по мнению организаторов, прочно и надолго здесь обосновался. Мало того, что в прошлом году он был только в Кыштыме, в этом году он пройдет по всей Челябинской области. И он совместно организован с Челябинской епархией и в епархиальных управлениях тоже пройдет. И везде уже нет билетов. Это говорит о том, что людям нравится духовная музыка, это востребовано, и люди с удовольствием идут на эти концерты. За три дня в семи городах области прошли 12 концертов. Более 6 тысяч человек послушали духовную музыку в Кыштыме, Магнитогорске, Садке, Златоусте, Южноуральске. В Челябинске и Троицке выступления хоров прошли не только на концертных площадках, но также в храмах. В Кыштыме второй год фестиваль духовной музыки принимает Церковь Рождества Христова. Идея проведения дней духовной музыки в Кыштыме принадлежит губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Глава региона и в этот раз посетил гала-концерт-открытие. Статус международного фестиваля подтвердило участие византийского хора святого Иоанна Дамаскина. В репертуаре этого коллектива, основанного в 2008 году в греческом городе Кордица, восточно-православная музыка святой митрополии Фессалиотиды. Все, что мы исполняли, не имеет никаких изменений. Это все является подлинными элементами Восточной Римской империи. Именно так исполнялись псалмы на востоке Римской империи, в Казаиднополе. Однако последний элемент нашего выступления был копией того, что исполняется на Святой горе на Афоне. Зрители прочувствовали атмосферу благодаря необыкновенной акустике Христорождественского храма. На чистоту звука влияют пропорции и геометрическая форма церкви, расположение ниш и сводов. Звучание в Каштымском храме действительно уникальное. Такой акустике позавидовал бы любой концертный зал. У меня душа плачет, и все. Такое блаженство, такое благолепие. Я очень хотела слышать именно детский хор. Но это было что-то. Знаете, мне правда нет слов. Организаторы уже обдумывают программу будущего фестиваля. Не исключено, что будет задействован не только Христорождественский храм, но и отреставрированный народный дом. Праздничной прелюдией фестиваля духовной музыки в Каштыме стал перезвон храмов города. В одно время колокола зазвучали в трех действующих церквях. В то же время в парке усадьбы Демидовых местные приглашенные звонари показывали свои умения на переносной звоннице. У всех звонарей свой собственный стиль. Невозможно услышать две одинаковые мелодии. Основа одна, но каждый вносит в звучание свое настроение и фантазию. Виталий Солюк два года созывает на службы прихожан храма Сосшествия Святого Духа на апостолов. В день колокольного звона попробовать извлечь звуки из колоколов смогли все желающие. Вокруг этого действия раскинулись торговые ряды, различные мастер-классы по старинному прикладному творчеству. Каждый гость праздника мог не только научиться чему-то новому, но и забрать частичку этого торжества с собой.